так ну что всем привет ребята с вами император прайм сегодня пацаны короче расскажу вам движуху по именно командирам до вышло обновление люди просят поэтому я вот снимаю но кто был на стриме сразу скажу что не все так просто и конечно накручено елки-палки есть конечно свои плюсы и минусы ну ладно поехали и так что касается будем сейчас рассматривать все постепенно и так что касается у нас об этой шаг я лично пока в данный момент прокачу оксану руденко вопрос почему типа руденко почему не миромона почему это тата тата и все остальное итак рассмотрим смотрите в оксаны руденко что есть путь начинается вот с этой клеточки так у нас есть скоростью поворота башни двенадцать восемь процентов техасская дуэль ее можно плюсовать то есть вот скорости прицелем два с половиной процента дальше вот и открыл уже пять процентов получается дальше у нас внедорожная подготовка есть минус 6 16 процентов потери подвижности по бездорожью и прочности не менее пятидесяти процентов если у машины остается вот то есть смотрите у меня так быстро не буду потом сами рассмотрите вот минимальный разброс потом если все сюда вот открыть вот это все открыть техасская дуэль плюс семь с половиной процентов еще семь с половиной процентов скорости перезарядки короче вы понимаете перезарядка это дпм будет выше кд будете лупить всех сведения одна из самых главных фишек бездорожья чтоб машина поворачивала быстрее разброс ребят что-то еще характеристикам при ранении экипажа к уменьшению характеристик заряжающего в общем к ремонту 8 8 скорости ремонта пацаны смотрите ну я хрен его знает плюс 18 и 8 к урону по узлам то есть вы можете выбивать все мне вчера кстати на стриме первый раз взорвали боеукладку я охренел просто что мне взорвали боеукладку есть как бы все на то что вы на обт хреначили по парня я так прямо и говорю хреначили просто поэтому дальше у есть такая шкала вот здесь в казарме тема как практически в картофане но вот в казарме вы можете постепенно кого-то назначить 1 полковником я лично звание полковник то есть чтобы их открыть вам надо опыт примеру я сортирую не по умолчанию а вот сортирую по на по званию у кого выше звание тот и будет типа руль в общем чем больше вы открываете звание тем больше ребят у вас возможности открывать все вот те там перки вот эти навороты и все стран то есть его все можно открыть абсолютно но в данный момент и я и все остальные игроки страдают от одной фигни то что вы находитесь все как бы в стопом состоянии пушки толком не прокачаны получается до разброс там есть сведение есть поэтому все сейчас которая играют и думают блин что за одно что так такая косоватая пушка что там так она не едет что не поворачивает все пацаны за перка перки будут прокачиваться мама дорогая мама спаси меня тетя клава де мой чепчик танковый джиу-джитсу на данный момент отсутствует в течение наверно месяца два потому что потому что чтобы выкачать вот я прапора выкачал да я там на свободку открыл конечно но чтобы старшего прапорщика парни открыть вот миллион сто пятьдесят тысяч надо опыта по щелям 200 опыта чтобы открыть старшего несчастного прапорщика вот дальше лейтенант тоже самое младший лейтенант лейтенант старший лейтенант и так далее далее потому что мне я не открыл потому что мне человек один сказал из моего альянса что он уже открыл старшего лейтенанта и там везде по миллиону 200 почти опыта надо прикинул так на взглаз я до полковника выходит около 11 миллионов 11 лямов опыта и к бабке просто не ходи поэтому вот такая конитет следующий же будет там примеру ну примеру рашид альтаси вот аль атаси вот от аси вот он у него его классно садить на птура воски все что с турами там перки ну примеру вот его можно 2 то есть он только получит звание подполковник следующий чуть ниже майор следующий капитанчик а ну и так вот вы вот так вот под наклоном 45 градусов наверно где то вот так вот будет ваши короче самый последний будет типа самый хреновый бесполезный типа того вот ладно окей хорошо посмотрим на миромона и и за бтш потому все равно будет интересно что у миромона есть и так стабилизация стабилизация то есть на ходу стрелять если кто любит прям лететь как обезбашенный лететь на ходу то пожалуйста но пока в данном обновлении считаю что на ходу лететь и так принципе можно как бы в сандали потому что нлд очень огромное это не картошка и тут нлд просто мега космические в него не попасть это грех просто поэтому я считаю что как бы можно обойтись без этого что педалью в пол то есть есть тут для того чтобы он быстрее разгонялась там быстрее разгонялся танку от плюс 3 к максимальной скорости быстрее поворачивалась там башня 266 скорости перезарядки если в радиусе 50 метров нет противник а есть противники но такие перки перки отображаются вас на цифровом табло именно там где у вас повреждение танка вот именно в этом углу в бою уже рассказываю прям разжевываю осталось только глотнуть дальше значением отчасти к урону по узлам там ну то есть поворот башни ну я хрень какая тут и вообще ничего не знаю зачем миром у какой тут миромон куда куда его за сумму просто к увеличению разбросов движения короче все разброс разброс характеристики экипажа там ну в общем вот так поэтому я вот и объясняю что почему и зачем поэтому точно не вот этот дальше сабрину вашингтон не смотрел поэтому сейчас прям плюс при вас буду смотреть ребятки и также по сами расскажу советы как прокачать по-быстрому потому что есть только один способ прокачать так что у нас есть зоркость зоркость класс 88 метра так в тени незаметность переключение скорости смены боеприпасов обалденная штука для тоже для в основном для bb мне кажется в тур и чтобы там и на автопушки резко перейти водолаз вот эта тема плюс 12 и 5 времени пребывания под водой вот это зашибись когда ббмки могут под водой принципе через мостики переезжать там потащи под мостами и там именно такая вот фигня камуфляж к незаметности смотрите все к незаметности и к тому чтобы лупить даже да просто ббм и тэшкам некоторым я бы сказал зашибись ну чисто туровозом рашид альтоси мы сейчас рассмотрим ну даже можно и вот эту фигню отсадить сабрину я даже на второе на второе поставил бы сабрину а на третье уже там рашида вот поэтому сабрина вашингтон подполковника и давать и все остальное но качать я же говорю парни придется и что удачный высот вероятности выстрелить с уменьшенным 25 про сбросом так а максимальным разброса если нет короче и на и тэшках хорошо сидеть вот сзади где-то там в кусту и лупить до прикрывать тяжелая рука плюс 10 детьку рода членами экипажа можно повреждать прочности орудия в общем ребят я скажу что вот эта тема очень сабрина вашингтон второй самый важный командир без нее скорее всего никуда дальше рашида давайте рашида оценим что тут и как у него тут толком ни хрена и нету но что тут у него есть скорости перезарядки дымовой завесы дальше по времени перезарядки коза он увеличивает перезарядку коза это очень тоже такая тема прикольно ракетный зал скорости перезарядки птуров увеличится перезарядка птуров пацаны скорости перезарядки дымовой завесы потеря подвижности а чтобы короче грунт там нормально полный газ максимальная скорость при прочности то есть даже петлять сможешь если пути в жизни мало осталось хп так управляемость контроль ну про 10 и 9 к управляемости птурами представляете птуры еще лучше будет управляться мышка если вы там учете будет как-то не так медленно так 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 тоже управляемость в общем пацаны этот чисто на перезарядку на управляемость на туре что этот 3 3 3 конечно вас свое мнение может ну я просто советую всегда топовое самое лучшее что можно принципе выжить может быть дальнейшем что-то будет какие-то корректировочки объясняю еще раз это выпуск на обновлении 0 22 вот которая вышла вчера и сегодня я уже по просьбам ребят делаю вот такой видос все остальное я даже я занят да все потом перезвоню давай вот поэтому короче ребят в дальнейших я не знаю энтон диез варапаев там его юниссана юниссан это вообще короче основной артиллерии то для пвешников на на основном педаль в пол маневренность ну в общем дальше рассматривать я даже толком и не буду парни вы сами принципе можете почекать и определить что куда я я выбираю три топовых я им их уже сказал оксана руденко сабрина вашингтон и рашид альтаси альтаси но еще раз повторяю что надо 11 лямов на первого на второго уже дед будет 10 где-то потому что на одну клеточку меньше их надо выкачивать и в чем и соль что выкачивать надо и я просто хренею как долго поэтому ребята врубайте все свои бусты то есть именно связанные с этим вот жетоны до опыт командира опыт экипажа особенно просто тусуйте я на всю катушку вчера я там пытался пытался там выкачать вот что-то 7 процентов несчастных выкачал восемьдесят восемь тысяч из миллиона сто пятьдесят только это конечно не так уж и круто вот но переводить опыт честно я не советую выкачка уже такая знаете как будто как в картошке лет лет года два на надо чтобы выкачать вот эти все перки если вот так вот да вот то есть именно по командирам чтобы были было все четенько по командирам никто ничего не трогал то есть точнее по этим экипажу не трогал все вроде все остается но самое классное где вы можете все это прокачать это конечно ребята в столкновении заходите сюда и хреначите но еще одна фишка для тех кто не в курсе для тех кто новенький или пришел или из картошки или вообще откуда там того подобно объясняю в столкновении если вы будете просто стоять и где-то там настреливать свой дэмэдж но при этом не участвовать в захвате базы опыта вы получите почти нихрена не получите потому что сейчас сделали так поняли что в столкновении основном настреливают они захватом базы не занимаются одни захватывают другие стоят как дебилы поэтому короче самое главное и получить это захват базы даже если вы умерли и все остальное вообще до лампочки настрелять там я лично настреливал в столкновении там в основном у меня двадцатка каждый бой выходила ну даже если убрать все и настрелять 10 тысяч и просто брать базу все время там ну нормально получите до хренищи опыта хотя у меня самый максимальный конечно рекорд еще не знаю еще не слышал что кто-то побил рекорд поэтому у меня 39-39 тысяч дэмэджа в столкновении сам максимальная была это тоже получается я там дамажил короче вот на дэмэдж работал как бы ну да ладно поэтому советы я вам посоветовал что самое главное это столкновение так вот если качать конечно не не очень все свои бусты включаем инвентарь я пооткрывал все ящики вот тут анимация все открываемся и ускорители ускорители ребят вот такое меню появилось теперь по ускорителям теперь можете вот так выбирать ускорители можете принципе наблюдать кто не в курсе не в курсе вот самая большая награда на плате на ускоритель а в вот все плюс 50 справа вы видите вот у меня оставалось вчера пооткрыла 600 ящиков поэтому сейчас их будут тоже все включать у меня 228 платиных 176 таких 221 короче золотых вот хватает и прям статуса ну мелких почти нет вы видите только серебряных 147 а вот этих так фигня в основном как бы за награды вот эти получал так и премиум все что мне осталось учитывая конечно что а в не так уж последнее время никто толком не играл не сейчас более-менее такая обново вышло более-менее поэтому конечно вот аккаунта меня был и не знаю сколько на на месяца 4 5 я точно потерял потому что толком не играл если все время осталось 31 день елки-палки не так сейчас бусты выпадает конечно как раньше но тем не менее парни все что в принципе по возможно по перкам по именно командирам самим я вам рассказал думаю больше принципе ничего рассказывать если что-то ей пропустил прошу прощения может внимательно потому что стики рассказываю и все это как бы на ходу я не по тексту читаю что-то там а все что у меня в голове информация есть то и выкладывать поэтому если что-то пропустил вы обязательно пишите в коментах чтобы другие тоже там знали вдруг я что-то где-то не так там и тому подобное потому что как бы надо надо чтоб все все знали все равно в дальнейшем будем тестировать может что-то еще меняться но на данный момент ребят вот так я думаю видео этим помог ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был император прайм до следующих обзорчиков видосиков интересных и тому подобное всем пока удачи